Добрый день! Добрый день еще раз! Deltic Trading Academy в эфире. Меня зовут Майкл Мелехов, президент компании Deltic и SunGate центра. Давайте мы сейчас посмотрим. Это видео специально сделается для, ну, во-первых, подписчиков, во-вторых, это для комнаты с сигналами. Еще одно пояснение, еще одна информация и как воспринимать эту информацию. Так это, в общем-то, и называется. Как находить эту информацию? Давайте мы начнем вот с чего. В конце прошлой недели, напоминаю, сегодня у нас 29 число и четверг. В конце прошлой недели был обзор на YouTube «Положение дел на будущую неделю», где отмечалось, и давайте мы посмотреть, о том, что у нас... Вот на экранах, друзья, вы видите группу. Так, группу. Вы видите, и там некоторые сигналы. Мы просто на примере вот этих сигналов рассмотрим. Ну, вот смотрите, что происходит. Среда, 28 число. Я говорил о том, что будет во вторник очень важные моменты, показывал это, а в среду будет самое главное событие. Итого, первое время здесь написано города Чикаго. Если вы добавите 9 часов, получите московское время, посмотрите на вашей графике и увидите, как это все происходило. Итак, самое главное, видите, три головы. Это максимальное воздействие на биржу, на stock market. Вот этих событий, которые происходили на территории Соединенных Штатов, видите, написано. И как будет воздействовать они на биржи. GDP, Gross Domestic Product, так это называется, за третий квартал. Это то, что произведено внутри Соединенных Штатов. Это показатель производства и насколько вот соотношение. Видите, был 3,6. Предыдущие 3,5. Предполагалось 3,5. То есть ничего особенного не было. То есть, ну, ниже, чем ожидалось. Дальше, 10 часов ниже, чем ожидалось, опять же, понижение продаж новых домов. 544,583 было. То есть, смотрите, предыдущие 597 продавалось. тысяч, 583 тысячи, 544 тысячи. Это кварталы, видите, кварталы. Это, точнее, это месяца, за октябрь и месяц. Это был август. Почему летом они продавались меньше? Они, как казалось бы, по идее, должны продаваться больше. Идет общая тенденция, об этом мы поговорим позже. Это рынок недвижимости. И те люди, которые умеют пользоваться информацией, находить эту информацию, они могут предполагать, когда надо покупать дома, когда надо арендовать дома или квартиры, когда надо инвестировать в эти квартиры и дома. Все то, что нам дают агенты, реал-эстейд-агенты, это все из воздуха высосано, из пальца там, я знаю. Это все ни на чем не основано. Еще раз повторюсь, дорогие друзья, обучают во всех учебных заведениях, высших учебных заведениях, экономики и финансово. Всегда и везде. Но никто не обучает техническому анализу. Это самое главное. В общем-то. Ну, для тех, конечно, кто хочет свои мозги несколько поменять. В другую сторону идти. Не так, как нам кто-то сказал, нам надо действовать. Окей. Поехали дальше. Дальше. Crude Oil Inventories. Это сырая нефть, запасы сырой нефти. Было 4,85 миллионов. Потом 0,769. А сейчас оно увеличилось, значительно увеличилось. Давайте посмотрим, что потом это было. Но самое главное событие – 12 часов по среднеамериканскому времени. Ну, город Чикаго в средней полосе находится, поэтому добавляем 9 часов, получаем 21 час московское время. Federal Chairman Powell speaks. Это, ну, будем говорить, президент Федеральной резервной системы или Центрального банка Соединенных Штатов Америки, который оказывает влияние, огромнейшее влияние оказывает на весь мир. Естественно, на сегодняшний день, дальше поменяется много, но пока на сегодняшний день весь мир обращает внимание, что происходит соединенных штатов. Теперь давайте мы посмотрим, давайте мы посмотрим вот на этот график. И давайте мы посмотрим на другие графики, которые я специально хочу показать. как, с чего все начиналось. Это итог. А я сейчас покажу, как все начиналось. Анализ. Видите? Евро, доллар. 26 числа это было сделано. 26-го. То есть, на два дня ранее. То есть, где находился у нас евро по отношению к доллару. Ну, высоко вверху тут даже не видно на этом графике. Видно? И я показал. И я это объяснил в предыдущем видео, поэтому на этом не будем останавливаться. График. Стрелочка. 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 Здесь еще одна стрелочка должна быть. Так. Это первый график. Далее. Второй график. Ну, тут уже в развитии все это происходит. Видите? То есть, это все в реальном времени. Вот. Как оно все происходило. Дальше. Это было здесь. Так. Это мы все проходили. Можете посмотреть на видео. Ну, и наконец. И наконец последний. Был вариант. Это было здесь. Видите? Да? Это был окончательный финальный таргет или цель. Финальная цель. Мы туда пришли. Я лично. Ну, и те люди, которые следуют, вышли вот в этой точке. И отскочили мы сюда. И стали вот где-то вот в этом районе трениться. Это было вчера. Это было вчера. 28 числа. Так. Теперь я закрываю эти все графики. И мы смотрим сюда. Видите, написано. Утром в 6 часов 2 минуты. Ну, это произошло раньше. Но у меня позиции все вышли, естественно, поскольку заказы у меня стояли. Финальный таргет. Выход из позиции полностью. Этот сигнал был основан на конкретном временном промежутке на дневном графике. Недельном евро будет падать дольше. Но не сейчас. Но не сейчас. И вот здесь написано. У меня есть группа. Отдельная группа. Личная группа. В которой я написал о том, что... «Будь готов к развороту середины недели». То есть моему студенту, моему подписчику, ну там несколько, я написал о том, что в середине недели, это было в самом конце прошлой недели, в начале этой недели, я написал, откуда я это знаю. Я же это знаю. Я же это написал до того, как это произошло. Это произошло только вчера. Откуда я это, как так сказать, знаю или предполагаю, прогнозирую, неважно, в конце прошлой недели. А потому, что вот здесь написано. Майкл трейдер с 20-летним, с 22-летним, который живет и работает в профессиональной торговой сигнале уникальной системе обучения, торговой идеи и мнения. Вот здесь написано. Менеджером очень серьезный человек, действительно, который этим занимается. Зовут его Сергей Решенников. Прошу любить и жаловать. Действительно очень серьезный. Но не серьезных у нас, так сказать, в моем окружении как бы нет. Если они есть, так это уже тогда говорит о многом. Поскольку все-таки репутация достаточно у меня, так сказать, серьезная. Я все-таки официальный партнер компании, одной из крупнейших брокерских компаний в мире. Это Ninja Trader. И лично знаком с брокером. Приглашался неоднократно проводить вебинары на русскоязычном пространстве, скажем так. Среди русскоязычных трейдеров американских. Они знают эту систему. Конечно, я бы не сказал, что они знают, но тем не менее считается, что они знают. Вот таким образом. Сейчас не об этом, почему. Но я хочу показать, что же произошло. Посмотрите, вот эта точка выхода была. И потом посмотрите, куда мы отскочили. Давайте мы посмотрим сейчас реальное время. То есть я сейчас закрою это все дело. И давайте посмотрим здесь. Вот это сигналы, которые были даны очень давно. Очень давно они были даны о том, что мы придем в эту точку. Это дневной график, на самом деле. Но если мы сейчас сделаем, скажем, 15 минут, то мы посмотрим, как это было. Посмотрите, ребята. Это было для меня кристально ясно. Сетап называется 1, 2, 3. 1, 2, 3. Я сейчас не буду объяснять, как и что. Это я объясняю на обучении. Но посмотрите, время. 12 часов по нашему времени. Объявление. Объявление о чем? Президент крупнейшего в мире банка говорит о том, что не предполагается, или будем осторожными при повышении тарифной ставки. При повышении тарифной ставки будем осторожными. Мгновенно отреагировал маркет. И не только... Еще раз. Для этого надо знать очень и очень многие вещи, которые, естественно, нам неведомы, поскольку те люди, которые предполагают, что только сигналы и так далее, и те, кто не знает мировое, так сказать, действие, им сложно будет в этом разбираться. Тут очень и очень и очень серьезный комплексный подход всего этого дела. Очень серьезный комплексный подход. Я сейчас покажу график вчерашнего дня. Ну, если честно, то я покупал, конечно же. Я, конечно же, покупал. Я знал, что так оно и будет. Вот. Сейчас я ищу этот график. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Вот он график. Здесь показан график фьючерс Dow Jones. Dow Jones Industrial Average. Показан график. Так. Это график, ну, Форекс, не Форекс, Глобакс это называется. Это график, который постоянно продолжается в течение ночи. Все, поскольку, ну, есть технический перерыв. Он длится всего там, скажем, в общей слове 45 минут. И открывается в 2 часа ночи по московскому времени. Зимой, ну, а летом в час. Вот. Опять открывается. Один час, скажем так, ну, или 45 минут перерыв. Вот. Вот эта картина, которая еще до того, как это все произошло. Но уже понятно, что вот, скажем, для меня понятно. Я это объяснял, наверное, ну, неважно. Вот смотрите. Мы рванули вверх вот здесь почему-то. Потом мы почему-то упали вниз. Не будем анализировать почему. Ну, и мой таргет, моя цель, как только мы превысим, это очень консервативно. Я не говорю о том, что я покупаю здесь, выиграю огромные деньги здесь. Ну, я об этом сейчас не говорю. Просто я люблю быть корректным. И все варианты, которые могут быть, предусматриваются и достаточно консервативные. Меня вот эта вот показуха, она меня не интересует, собственно говоря, как и те, которые это не воспринимают, эта информация не готова, собственно. Я могу объяснять, но только если человек готов. И так далее. Посмотрите, 24 750. А здесь написано 24 850. Видите? 300 поинтов здесь находятся. Правильно? 300 поинтов. 24 750, 24 8. Нет, 100 поинтов. 100 поинтов здесь находятся между этими точками. Вот только этими. Я не говорю про вот эту точку. Только пробьем это, мы пойдем сюда и так далее. Сейчас мы не обучаемся. Я говорю о том, что у меня есть возможность предвидеть эти события. Эти события я уже давно предвидел. Я знал об этом. И в комнате сигналов я это говорил. Поэтому есть разные комнаты. Есть просто так, ну, комнаты сигналов для тех, кто... Обозреватели я их так называю, если не сказать обидное какое-то. Я не люблю это делать. Обозреватели. Вот они обозревают, кто-то берет, кто-то не берет. В основном психология человека. А психология, занимаясь 50 лет, говорит только всего лишь о том, что человек почему-то не доверяет, не верит. А он делает сам. И в хаосе находится. Потом проигрывает. Один сигнал, который не сработает, человек, который ему дал сигнал, он говорит, ну так это что... Это потому что он, а я-то нормальный, я-то такой, а вот все... Как-то вот такая психология, короче. Ну вот. И поэтому 100 поинтов на 5 долларов, здесь лежит 500. То есть, если что-то сейчас выплеснется после объявления, то это будет очень серьезно. Ну, а если говорить про стапы, ну так они же вот здесь находятся, здесь понятно. Но вероятность этого события по моей системе где-то более 80%. Итак, поехали. Двигаемся. Ну, видите, 15 минут здесь. По 15 минут мы двигаемся. Вот мы пробили. То есть, здесь я покупаю. Ну, покупая здесь или прямо здесь, когда мы отскочили сюда. Ну, короче говоря, в этой зоне. Видите, да? То есть, мы покупаем в этой зоне, как я вам сказал. Причем на одном контракте. Это же просто. Видите? Сколько? Один час, два часа, три часа, три с половиной часа. То есть, это накануне было, вообще-то говоря. 23 часа, там где-то 24, по нашему времени. Вот. И мы дошли до этого. Смотрим дальше. Видите? Вот откуда вот эта точка взяла, что мы от нее стали падать? У нас заранее было взято. Здесь не раз говорит о чем? О том, что это работает. Это вселенский закон, который люди почему-то не соблюдают. Он в данном случае применяется в stock market или в бирже. Ну, кто хочет, тот берет. Кто не хочет, тот не берет. Кто хочет, тот верит. Кто не хочет, тот не верит. Кто хочет соблюдать закон, соблюдает. Кто не хочет, нарушает. Ну, и так далее, и так далее. Окей. Значит, смотрите. Видите? Смотрите, насколько он полетел вниз. Но вот этот вот кусочек, зная это, 24 850, скажем. А здесь 24 960. 110 пунктов. Еще 600, 550 долларов. Правильно? Если мы пробиваем. Ну, для меня мы уже, так сказать, пробиваем. Вот. И доказательства вот это. То есть мы идем сюда. Видите? И вот приходит время. Друзья, вот приходит время. Объявление. То есть мало того, что мы уже достигли этого, мало того, что мы тут заработали уже довольно много, да? Мы же идем еще выше. Это 15 минут график, поэтому мы сейчас не будем анализировать, что было дальше. Дальше было очень много, очень высоко. Да? Вот. Давайте мы сейчас уберем этот график, да? И посмотрим в итог. Итог вчерашнего дня. Итог был вот какой. Вот здесь написано. Плюс 617. Еще раз. 1 поинт 5 долларов. 600 поинтов. 3000 на одном контракте. За один день. Не считая дня накануне, где я показал, уже было тоже гораздо много. Ясно. 212 поинтов на Несдок умножить на 20 долларов. Здесь лежит 4000. 61 поинт на S&P 500. Мини-ИЭС 50 долларов за 1 поинт. 3000 здесь лежит. Один день на одном контракте. Ведь это все предвидел. Это все же было предсказано или, скажем, спрогнозировано. Это информация, на которую человек должен опираться. А почему он этого не делает? Это дело самого человека. Это неумение работать с информацией. И это не теория, к сожалению. Здесь экстерном получить диплом нельзя. Это единственное, возможно, место на Земле, где законы действуют совсем по-другому. Потому что все законы – это только материальные. А я сейчас говорю о законах, которые нематериальные. Понимаете? Материальный закон, они преподаются в колледже. Но почему же там не придаются технический анализ? Объясните. Но ведь не преподается ведь, верно? Почему вопрос? А потому что не хотят вот эти руководители, которые это делают, чтобы мы об этом знали. Они не хотят, чтобы мы получали от этого бенефиты. Они ведь хотят сами получать свои бенефиты. А мы, как те овечки, идем на заклание. Понимаете? Вот это самое худшее, что может быть. И этот надо момент брать. И дело не в бирже, и дело не в том, что лохотрон или какой-то чушь. Говорят люди, не понимая, о чем они говорят. Потому что кто-то, где-то, как-то… Ну ведь 99% людей же в негативизме находятся. Ну откуда же они могут получать чего-то? Конечно, нет. Рано или поздно по-страстному пролетят, и все. Ну, конечно, удача есть такое понятие. Ну, надолго ли? Это, в принципе, скажем, то, что я хотел показать. Сигналы будут у нас в другой программе. Простите, это программа открытая. Это программа для тех, кто сейчас смотрит, чтобы смотреть в записи. Я не буду ее закрывать. Но вот сигналы, они будут закрыты. Сигналы предназначаются только для тех людей, которые хотят эти сигналы получать. А вселенский закон гласит, получать можно только, когда мы хотим отдавать. То есть есть условия, которые им, людям, желающим получить, и желающим получить те бенефиты, которые вот там где-то мимо нас, силы, которые не хотят нам их давать. Вот и все. Поэтому, ну, это реальность нашей жизни. О чем тут можно еще далее говорить? Хорошо. Давайте мы посмотрим. Раз уж на то пошло, я... Еще раз, это разворот, правильно? Но это все ерунда на самом деле. Поскольку вот у нас зона, куда мы пойдем, правильно? Но я знаю, что будет дальше, если мы пробьем эту линию. Я это знаю, я эти сигналы буду давать в комнате сигналы. И те люди, которые захотят воспользоваться... Нет проблем, пожалуйста. Те, кто не захотят, ну, совершенно меня этот вопрос как бы не очень... Вообще никак не волнуют, точнее. Так, очень интересный момент, то, что я хотел показать, это у нас запасы инвентарии, или, точнее, был репорт, видите, дневной график. Это crude oil, это фьючерс сырой нефти, ребята. Ну, что я могу сказать? Это еще не конец, это еще не самое максимальное падение. Как минимум, мы придем вот в эту точку. Возможно, даже мы пробьем эту точку. Смотрите, как давно это было, видите? Минимальная точка была 24-26 градусов. 26, простите, 26 долларов за один баррель сырой нефти. Это было очень не очень давно, это был 2016 год. Я не буду сейчас заниматься техническим анализом, строить графики. Это будет, ну, опять же, в других эфирах, закрытых, наверное. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что у нас есть временные промежутки, и у меня есть они с очень высокой долей вероятности. Это относится, скажем, к астрологии частично, это относится к циклам, цикличности. Циклы, они для всех одинаковые, для всех живущих в этом мире. Поэтому нет такого, что для Васи так, для Джона так, еще там для кого-то для Раджа, там, Синха по-другому. Ничего подобного. Они для всех одинаковые. Просто из всех вариантов мы выбираем самый лучший вариант и начинаем в нем функционировать. Вот и все. Так вот, это все прогнозировалось. Не будет это вот таким образом. А где это все закончится? Это уже для тех, кто будут в комнате. Поскольку будет некорректно и несправедливо эту информацию, ну, так скажем, просто так раздавать. И не потому, что мне, скажем так, жалко, а потому что... Ну, закон должен соблюдаться, верно? Не соблюдающий закон, имеется в виду, не хотящий отдавать или пожертвовать. Почему в Америке это все продавать? Я на секундочку остановлюсь и покажусь. Рад приветствовать еще раз, дорогие друзья. Дело в том, что мы, к сожалению, не привыкли это делать. Я проживаю 27 лет в Соединенных Штатах и 22 года занимаюсь биржей. Я хорошо умею анализировать ситуацию и образование имею на трех континентах сейчас. И вот я занимался и занимаюсь вопросами образования и анализом того, что происходит. Американцы очень интересные ребята, я хочу сказать. Ну, если не сказать... Он, конечно, шутил, но в каждой шутке есть только доля маленькой шутки. Я имею в виду Михаила Задорнова, которые, ну, тупые. Они, кстати, очень и очень умные. Они дурачка из себя делают. Но они соблюдают вселенский закон. Другой вопрос, что здесь все работает как бизнес, понимаете? Бизнес имеется в виду не слово busy, занятость, хотя это тоже есть, а слово бизнес – зарабатывать, понимаете? Ну, и вот они применили модель вселенского закона именно для того, чтобы себе получать. Это называется investment, потом profit. Профит, это русский. Вот. Невероятное количество, просто невероятное. Ну, поверьте, я посещал много стран и континентов. Я знаю просто это. И прожил я очень много лет в Советском Союзе. Вот. Я знаю, как это работает, и менталитет. Я знаю менталитет. Поэтому волонтерство – это отдача. Профессора, известные-известные люди, они преподают в волонтерских учреждениях, бесплатно преподают. Вот и все. У них в крови, поверьте, у них в крови сидит вот этот закон вселенский, который всем до единого предписано соблюдать. Ну, у нас же есть право, верно, соблюдать или не соблюдать. Вот. И они, думаете, они соблюдают все законы? Да нет, конечно. Нет такого места на земле, где не соблюдается. Те, кто соблюдают, мы о них не знаем, скажем так. Но они знают, что если они будут отдавать, они будут получать. Поэтому волонтерство, благотворительность у них в крови. Они жертвуют направо-налево. Помимо того, что, конечно, тут очень много там, скажем, они списывают с доходов, да, с налоги они меньше платят. Но они предлагают, они не химичат. Здесь очень и очень строго с этими вопросами. Есть, конечно, я не скажу, что этого нет. Понятно, что есть. Но те тогда в другом месте. Тут за этим очень строго следят. И если они, вот, ну, есть графа списания с налогов, с заработка, точнее. Вот. И они занимаются, любой человек, который занимается предпринимательством, скажем, биржа, это же предпринимательство своего рода. То есть мы не работаем на работодателя. Те платят нам, скажем, чеки, вот, и это наш заработок. Мы их обязаны декларировать, мы платим налоги и так далее, и так далее. А вот если мы занимаемся предпринимательством, мы можем делать как угодно и списывать. Вот. И мы можем совершенно официально, легально, вот это мало кто проверяет, на самом деле. Американцы предполагают, что все по закону. Вот наверху службы. Они верят, изначально они верят. Но вот один раз ты попался, все, конец. Вот. Один раз ты не выполнил свое обещание, конец. Если ты не ответил на звонок, если договорился в определенное время, два бизнесмена, вот это второй, ты потерял 75% своих клиентов моментом. Вот. Третьего раза обычно не бывает, но даже если бывает, то это полностью все, конец. А на второй раз, ну, обычно заканчивается на втором раз. Вот не пришел на встречу, опоздал, не взял звонок. Ну, не имеет значения. Ну, если умер, конечно, так это другое дело. Вот. А иначе, как бы, ну, это превыше. То есть чувство долга развито до неимоверности соблюдения вот этих вот принципов. Поэтому я, понимаете, очень странно, почему я, скажем, на этом канале технический анализ, я говорю об этих вещах. Я говорю об этих вещах, потому что те студенты, которые ко мне лично приходят, и которые, это единственный предмет, который я обучаю. Хотя я могу многие, скажем. Ну, почему? Потому что есть гораздо более серьезные люди, гораздо более продвинутые, будем их называть, знающие. Это их профессия. Они этим зарабатывают себе на жизнь. Я не хочу лезть на их территорию, даже если я это умею. Сидеть на одном стуле надо, на двух уже неудобно, а на трех так понятно. Поэтому я хотел бы выполнять свое предназначение, что я и делаю. Я на Востоке это выяснил, и я пытаюсь это соблюдать. И очень хорошо знаю, что такое карма. Очень хорошо знаю, что такое карма. Поэтому не дай Бог, мне лично. А как кто к этому относится, и как кто это соблюдает, не соблюдает, ну, это же дело такое. Поэтому я говорю, потому что это школа жизни. И пока мы не построим базу своего отношения к этому вопросу, к деньгам, к информации, нам будет тяжело функционировать. Просто тяжело, и все. А поскольку мы как бы привыкли обвинять не себя, а кого-то другого, то понятно, что может происходить. Давайте я еще раз покажу экранчик. Лирические эти самые мы закончили. Давайте я покажу экран. Что бы я хотел еще показать? Я хотел бы показать еще вот что. Ну, не знаю, место это или нет сегодня. Ну, раз уж, так сказать, взялся, анализировать мы как бы особо не будем. Но здесь есть интересный момент, который я хотел бы показать. И это, в общем, довольно редко я делаю. Смотрите. Это единственный Е. Я очень негативно отношусь к индикаторам. Знаете, у меня на графиках нет индикатора. Когда-то, обучаясь на одном из курсов, я много изучал, человек сказал, задал вопрос всем студентам этого курса, какой самый главный индикатор из всех индикаторов. И все начали перебирать эти индикаторы и выражать свое мнение. А их же огромное количество этих индикаторов. Правильно? Вот. Огромнейшее количество индикаторов. Видите, какое огромное количество этих индикаторов здесь. Посмотрите. Он говорит неправильно. На все ответы он отвечал неправильно. И потом он сказал, самый главный индикатор – это понимание, куда идет график. То есть сцена. Речь идет вот об этой оси вертикальной. Вот. Движение вверх и движение вниз. Идет вверх, идет вниз. Правда, почему-то никто не обращает на это внимание, на горизонтальное видите. То есть когда. Ну, а вот я в определенных моментах изучаю, скажем так, логию и так далее, ведическую, восточную. Я стал соблюдать эти законы. Вода. Ну, тем не менее, мне помогает мой индикатор, который я, когда первый раз об этом узнал, я просто обалдел, поскольку он этот индикатор или индикаторы стоили 17 тысяч или 16,5 тысяч долларов. Как такое может быть? Вот все индикаторы, которые я показал, они бесплатные все. А это вот не то, что платные, а вот 17 тысяч. Правда, не в месяц, а за один раз. Вот. И я долго этот вопрос изучал, я решил его приобрести, эти индикаторы. То есть тут уже не я командую, тут уже программа, все движется вообще, оно не движется, мне не надо ничего двигаться, оно движется в реальном времени туда-сюда. Если бы сейчас было, скажем, полтора часа после того, сейчас у нас только 7 утра, то тогда вы бы увидели, как это прыгает, дергается в разные стороны. Но смысл какой? Смысл очень простой. Очень простой. Зеленая зона и красная зона. В зеленой зоне мы покупаем, в красной зоне мы продаем. Sell short. Конечно же, мы должны координировать это с большими графиками. Вот. И если мы сейчас возьмем, допустим, график, который я показал, вот этот график, который я показал. У меня, правда, здесь показано только несколько дней, я не уверен, хотя, наверное, есть. Вот он, да? Вот он график. То есть, хотя бы 60 минут, чтобы было понятно, так? Значит, это было 27 числа. Время разворота – 9 часов утра. Ну, точнее, самый низ был – 9 часов утра. И мы пошли вверх. Я хочу просто показать сейчас, что происходит и как я пользуюсь этими индикаторами. Поэтому еще думать как бы не надо. Вот, что мне не нравится, оказывается, думать не надо здесь. Вот. Ну, я как-то… Мозги же, они бывают… Если не думать, так они же отсохнут, правда, не поздно. Поэтому… Вот. И наступит. Два предудруга, Альцгеймера с Паркинсоном, и буду долго руку мне трясти. Так вот, еще раз. Это было… Давайте еще раз. Так. 9 часов утра, 27 числа. Ну, смотрите. 9 часов утра, да? Вот 9 часов утра. Это… Это день или нет? Тут, конечно, трудно проследить. Даты здесь нету. Ну, давайте сейчас посмотрим. Так. Пытаюсь найти цену. Слишком низко, наверное, это она была. Да. Видите, насколько она низко была. Ну, давайте подвинем вверх и растянем. Если это, конечно, было… Ну, вот. 9 часов утра. 9 часов. Видите? Ну, сейчас тут 9.30. Ну, неважно, я не помню какой-то день, но мы сейчас это так или иначе увидим. Вот эти линии не я рисовал, это рисует программа. Моя задача – найти точку входа в зеленом зоне, и моя задача – найти точку sell short или выхода в красной зоне. Скажем, давайте рассмотрим здесь, где я буду искать точку выхода. Смысл какой? Вот здесь индикатор, который на курсе я объясняю, который очень похож на стокестик или RSI, Relative Stress Index, допустим, который идет от нуля до ста. Видите, зона синяя линия, красная линия. То есть, когда мы сверх ста, это означает, что мы должны продавать слишком это все овербот. То есть, огромное количество людей, которые покупают и очень немного, которые продают. А вот эта зона, или красная еще лучше, и белая зона для покупок. Продавать здесь мы не можем, потому что мы находимся в зеленой зоне, это как бы закон, который надо соблюдать. Ну, бывают всякие, но это исключение из правил. То есть, мы ищем точку входа, которая находится здесь. То есть, индикатор показывает, что мы пошли вниз, но временно. Но тенденция вверх, у нас видится тенденция вверх. Вот, если мы сейчас растянем это и посмотрим вот на эту точку, видите, то в этой точке я покупаю. Она совпадает с этими линиями, видите, красная и синяя. То есть, логичная точка входа. Была бы еще лучше, если бы она совпала вот с этой зеленой линией, средней линией. Где мы ее видим? То есть, если мы здесь покупаем, вот здесь точнее, если мы покупаем, вот в этой точке мы покупаем, вот здесь. То где мы выходим? Допустим, выходим здесь. Мы же не знаем, что мы пойдем еще выше. Ну, как бы знаем, но тем не менее. Вот. Значит, что было бы, если бы мы купили здесь? Давайте смотреть. 24 900 и вышли здесь. И вышли здесь. Вот в этой точке, видите. Ну, лучше выйти, конечно, здесь. Допустим, что здесь эта красная линия, это резистанс. Значит, здесь 24 900, а здесь 24 930. Итого 150, 165 долларов. По 5 долларов. Да, поинт. 33 поинта. Время. Смотрите. 10.06. Время выхода 10.08. Две минуты. Две минуты. Следующий. Оно совпало с зеленой линией. Самый лучший вариант в этой точке. Покупаем. Выходим где? Ну, допустим, даже здесь. Потому что это точка. Или здесь выход, или здесь выход. Вот. Выходим здесь. Вторая линия. У нас здесь резистанс. Линия сопротивления. Купили здесь. 24 918. Вышли здесь. 24 933. 15 поинтов умножить на 5. 75 долларов. 75 на одном контракте. На 2 понятно. Время входа. 10.27. Время выхода. 10.29. Еще две минуты. Итого 500. На одном контракте. За сколько? За 5 минут. Верно? Ну, все пока. Все правильно? Дальше. Другой вариант. Красную зону смотрим. В красной зоне мы ищем точку выхода или входа на понижение. Где она? Вот здесь, скажем. Правильно? Вот мы доследили. Здесь красная линия. Прошу прощения. Вот. То есть, мы этого не знаем. Правильно? Мы же находимся здесь. Мы же не видим, что оно еще выше пошло. Но, в принципе, смысл такой. То есть, мы здесь продаем в этой точке. И где же мы покупаем? Делаем sell short. Покупаем в этой точке. Верно? То есть, здесь мы временно проигрываем какие-то там копейки. А где мы здесь? Вот здесь мы выходим. Здесь синяя зона. Значит, если мы делаем здесь продажу. 24.874, то здесь у нас покупка. 865, 74, 9 поинтов. 9 на 5, 45 долларов на одном контракте. Ну, смысл. Понятно, да? Вот. Здесь в этой точке мы ничего не делаем. В этой точке ничего. Потому что индикатор не показывает, что нам это делать. Далее. Видите? Но мы в красной зоне. То есть, как бы, но тенденция-то у нас вверх. Поэтому здесь покупка. Опять же, ничего не надо думать. Вот просто опустили сюда, купили. Мы же временно сюда просто упали. Верно? И где мы продаем? Ну, если не считать о том, что цели-то другие, на самом деле, по другим графикам, то даже хотя бы по этому графику, ну, вот здесь. Правильно? Или здесь, или здесь. Здесь покупка 914. Здесь 35. 20 поинтов. А здесь 42. Ну, 28. Еще 120 долларов. И так постоянно, ребята. И так постоянно. Вот. А зеленая зона. Покупка. Посмотрите. Где выход? В этой зоне. У нас красная. Самая главная линия. Это resistance. Значит, если мы здесь купили 927. 997. Но здесь серьезно. Здесь 70 поинтов. На 5 долларов 350. Время. 10.57 утра. Выход. 11.00. Три минуты. 10.57.11. Вот внизу написано. Три минуты. Ну, и так постоянно. То есть, я, собственно говоря, ну, тут много вариантов. Собственно, эти индикаторы же не только на Dow Jones у меня есть. Эти индикаторы и на, ну, к примеру, вот видите, вот та самая сырая нефть. Вот. Вот та самая сырая нефть. Это сегодняшнее положение. Видите? Мы почему-то отсюда рванули. Видите? Здесь был суппорт. Это не я же придумал. Эта линия рисуется заранее. То есть, здесь покупка была. Вот здесь. Несмотря на то, что мы в красной зоне. Потому что это как бы там временные промежутки. Ну, цикл здесь закончился. Понижение. И он начался здесь. Если бы мы купили здесь 49-45 и вышли бы, допустим, здесь, здесь 51, то мы полторы тысячи заработали. Потому что это очень дорогой фьючерс, очень дорогой индекс. Дальше. Но мы-то идем все равно вниз. Впервые мы пробили эту точку 49-46. И мы пойдем все равно вниз. Но временно-то мы полетели сюда. И вот если бы мы вот здесь, скажем, вот в этой точке, в зеленой зоне купили. Посмотрите. Вот покупаем здесь зеленая линия и красная. Это индикаторы. Это, так сказать, среднее положение. Если бы мы здесь купили, то где бы мы вышли? Допустим, здесь. Время. 6 часов 1 минута. Выход. 6 часов 7 минут. 6 минут прошло. Купили здесь. Ну, видите, здесь мы купили. 50-0-0. Выход здесь. Я не говорю про эту линию, потому что логично, конечно, здесь. То есть, если бы мы даже вышли на первой линии, 50-22. 220 долларов здесь, ребят. То есть, 1 доллар 1 сотая. То есть, 10 долларов 1 сотая. 22 сотых – это 220 долларов. Представляете? А здесь 35. Это 38. Вот. 380 долларов на время 6 часов, а выход 6 часов 8 минут. За 8 минут. То есть, еще раз. На каждом графике это работает именно таким образом. Если мы сейчас… Допустим, вот у меня есть индекс. Это фьючерс. Допустим, швейцарский франк. Та же самая схема. Та же самая схема. Швейцарский франк. Вот покупка здесь. Он тоже дорогой, кстати. Выход где? Здесь, в этой точке. Я же этого не знаю. Видите? Я вижу зеленую зону. Где у меня покупка? Ну, понятно, в этой точке. Где у меня выход? Вот в этой точке. Откуда я знаю, что я приду? Ну, я, в принципе, знаю, поскольку, скажем, технический анализ есть. Ну, зачем мне, допустим, рисковать? В этой точке 1,309. В этой точке 1,3049. 40 пипс. Ну, 40 пипс умножить на 10. В общем-то, это такая нумерация. Это сколько? 490 долларов здесь. Итак, по всем инструментам. Самое главное, друзья, самое интересное, думать не надо. Чего, конечно, мне не очень нравится. Но, тем не менее, вариант такой есть. Ну, вот таким образом. Таким образом это все происходит. Хорошо, друзья, все на этом. Тогда мы заканчиваем. Будут вопросы, пишите, звоните. Ну, наверное, вы знаете. DELTIK Trading Academy. DELTIK. Нет, не так. DELTIK108, собачка gmail.com. DELTIK пишется D-E-L-T-I-C-K. DELTIK. Ну, собственно говоря, вы видите уже в этом, как оно пишется. Пишите. Ну, можно меня найти и в Сангельске, конечно. Вот. Поэтому вот такие дела. Хорошо. Всего доброго. До новых встреч. Пока.